Этот эфир посвящен очень удивительной вещи. Что такое хобби? Вообще, зачем нам хобби? И почему нам так важно хобби иметь? И насколько хобби вообще влияет на успешность человека? Вообще, зачем человеку хобби? Ну, наверное, первая мысль, которая приходит в голову, это то, что каким-то образом отвлекаться от сегодняшней суеты, от того, что ты там просто чем-то занят. Нужно ли хобби для этого? Приветствую всех участников второго уровня персональной стратегии. Поговорим сегодня о хобби. Нужно ли хобби вообще человеку? Зачем он нужно? Что можно с этим хобби делать? Как с ним вообще дальше жить? И вообще, вот Арамис, привет! 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 Рад тебя видеть! Давно мы с тобой не виделись ни в прямом эфире, ни где. Вот как раз ты очень классно там написал, что давай уже сделаем там какую-нибудь передачу радио. Я подумал, что тянуть на радио, давай сделаем прямой эфир. Вот, я очень рад тебя видеть. Два слова буквально, может быть, расскажи о себе, чем ты занимаешься, кто ты, насколько ты известный, популярный человек в кругах московских, тех людей, которые очень хотят найти работу. А давай так, смотри, у меня, я выхожу со своего фарфорового профиля, да, и сегодня многие мне написали, что с удовольствием присоединятся, посмотрят, а они тебя не знают. Поэтому можно сначала ты представишься, чтобы, ну, погрузить в контекст, а потом уже я про себя расскажу. Конечно. Ну, для тех коллег я приветствую всех. Кто не знает меня, мне очень приятно вам рассказать о себе. Меня зовут Роман Дусенко. Я сейчас являюсь уже профессиональным бизнес-тренером и коучем первых лиц. Я помогаю людям найти свою стратегию, найти свое предназначение. Это для людей. Для компаний я помогаю им найти свои какие-то культурный код через трансформацию корпоративной культуры. И мой любимый профессиональный инструмент – это стратегические сессии, чем я занимаюсь регулярно. До этого я был профессиональным банкиром, был руководителем, собственником банка. И потом достаточно длительное время я шел вот к уже порядка шести лет. Я в таком самостоятельном плавании занимаюсь тем, что я действительно по-настоящему люблю. И это, можно сказать, между прочим, если делать такой переход, и есть моим внутренним хобби, превращенный в мою деятельность, которыми занимаюсь каждый день. Я нахожусь в состоянии потока, занимаюсь этим. Вот, если вкратце, про меня. Да-да. Ну, ты видишь, я не смог от своей профессиональной отойти позиции, да, и начал интервью. Лично, мы же с тобой абсолютно сработали. Здесь нет какого-то правого, левого ведущего, ведомого. Наша цель, и я всегда об этом говорю, принести пользу людям через наш диалог. Если так он идёт, значит, идёт так. Мы должны рассказать, вот мы в чём-то состоялись. Ты в чём-то состоялся, я. Поэтому вот мы общаемся, и за счёт своего деления информацией, возможно, расширяем круг людей, которые, услышав нас, о чём-то подумают о своём. И вполне возможно, сделают какой-то вывод. Спросят тебя, спросят меня. И так вот это вот наше сообщество разрастается. Да, давай тогда чуть-чуть про себя расскажу. Давай, конечно. Потому что у меня сейчас, по сути, две, скажем, личины, да, две личности разных. Потому что, да-да-да, я известен в бизнес-сообществе московском, отчасти российском, как охотник за головами, да, человек, который… Я считаю, что в своё время ты был одним из самых популярных и востребованных хэдхантеров. Не знаю, как сейчас ты в этом бизнесе. Ну, я продолжаю им заниматься, но сейчас у меня стратегия немного изменилась, потому что и другие интересы появились в жизни, о них попозже расскажу. Вот. Я сейчас отошёл от практики работы со всеми клиентами, а я работал, как ты помнишь, с крупными международными российскими компаниями. А я сейчас работаю только с теми клиентами, с кем я совпадаю по ценностям. А с кем мне интересно. И когда есть, так скажем, взаимная химия, да, и я понимаю, что вот этому собственнику бизнеса нужно найти бриллиант человека, который ему, так скажем, поможет этот бизнес развивать. То есть, я секундочку хочу уточнить, то есть в экзекутив-рекрутинге ты ещё экзекутив и экзекутив? Ну, по сути, да, да. Сейчас помимо отбора ещё какие-то консалтинговые проекты появляются, и как продолжение этой истории я занимаюсь карьерным консультированием руководителей, иногда для сейчас бизнесменов и так далее. Это моя первая личина, да, которые у меня представлены, наверное, в Фейсбуке больше, там меня знают под этим, так скажем, статусом, да. Расскажу о другой моей истории. Какое-то время назад я, как любой человек, который был связан и связан, да, с карьерами других людей, задумался о том, вот, а что, о профессиях будущего, да, какую мне ещё профессию получить, да, для того, чтобы, так скажем, оставаться актуальным и на рынке труда, и вообще в жизни. И я решил какую-то такую профессию выбрать, да, которая связана с моими, так скажем, интересами. Я начал перебирать эти интересы, ну, там, чтение книг, да, там, я любил смотреть интересные фильмы и так далее. Но это всё не хобби, это скорее заполнение времени, да, и обучение, чем вот если мы про книги говорим. Вот, и я вспомнил, что с каких-то, каких-то даже юных лет, да, я любил ходить по музеям. Я вот, когда был на каких-то блошиных рынках, приобретал какие-то там тарелочки, да, там, ещё что-то. Ну, это было всё так очень по-любительски. Вот, и я стал этой темой интересоваться и понял, что она стала занимать какую-то, ну, существенную часть моей жизни, потому что я стал проводить время на каких-то ресурсах, сайтах, международных аукционах. Я стал этим вот как-то проникаться, восхищаться. И в 2016-2018 году я понял, что нельзя восхищаться дистанционно, да, какими-то вещами. В музеях тебе не дадут их потрогать, да, вот в антикварных, когда ты заходишь, там, у тебя просто крыши сносят от цен, да, и не хотелось тратить, наверное, колоссальные деньги на то, чего ты пока ещё не понимаешь. И я решил присмотреться к международным площадкам и начал покупать какие-то штуки, которые, как мне показалось, казались интересными. И так у меня проснулась любовь к парфору. Я заказал одну штуку, вторую штуку, третью. И я понял, что моё представление об этих вещах, оно совсем иное. То есть на картинке это там одна вещь, да, когда я потрогал, это совсем... То есть вот эта реальность, данная нам в ощущении, она меняет представление. Да, да. И, с одной стороны, меня вот старинные вот эти вещи немного разочаровали, потому что они не идеальны, как кружка Икеи, да. Но при этом они меня восхитили, так как, ну, прочитав там много интересных книг, я понял, что это всё делалось вручную, да, там, от замешивания вот этой вот массы и так далее. Вот, и я понял, что меня это как-то вот зажгло, и я начал покупать эти вещи. И тогда я понял, что это, наверное, станет моим каким-то хобби интересом, но про профессию я пока ещё не думал, да. То есть ты просто покупал то, что тебе нравится, не особо глубоко разбираясь, ценно эта вещь, не ценно, антикварно, не антикварно. Да, но хочу похвалиться, что вот всё, что я покупал, оказалось, ну, там, процентов на 70 достаточно ценным и интересным. Классно. Коллеги, друзья, ставим сердечки, если вам нравится то, о чём мы говорим, это очень важно для нас, для всех, чтобы счастье разливалось по всему эфиру. Вот, и я, когда вот встречался со всякими топ-менеджерами, руководителями, у которых были какие-то проблемы с карьерой, я стал им задавать вопрос, а вот что вас зажигает, какие у вас хобби? И многие люди не могли на это ответить, на этот вопрос. Они говорили, ну, нам спортзал, какие-то там, не знаю, походы в театр и так далее. Но я понял, что это их не зажигает, это какая-то, вот знаете, просто вот, ну, как я сказал, лучше. Ну, да, времяпровождение. Вот, и когда вот я начинал копать, да, вот, так скажем, и стали вспоминать какие-то там, вспоминали какие-то детские интересы, увлечения, я видел, как человек меняется, да, то есть он загорается, он начинает с удовольствием о чём-то рассказывать. Я понял, что, ну, у каждого человека есть некие интересы, которые он задвигает куда-то, не даёт им как-то развиваться, а вот это вот социальное, так скажем, давление окружения и социальная маска, она превалирует. Вот, и я стал с людьми больше разговаривать о том, что их интересует, и ситуация перевернулась напрочь, потому что приходит там серьёзный дядя, да, ну, условный, там, из большого банка, он хочет произвести некое впечатление, начинает рассказывать какими-то там шаблонными фразами о какой-то своей жизни, вот, которую он абсолютно там не любит и так далее. А когда я спрашиваю его про хобби, начинаю копать, он... Он расцветает, да, и пошла энергия. Да, 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 и становится понятно, что он, оказывается, там, любит печь торты, да, там, или собирает какие-нибудь там стеклянные пузырьки, да, и ему нравится копаться в земле, и там что-то вытаскивать их, потом мыть, собирать, каталогизировать и так далее. Кому-то нравятся мотоциклы, то есть... И я стал задавать вопрос, а почему вы не связываете свою, так скажем, жизнь, да, вот с вашими увлечениями? Почему вы не хотите потратить на свою жизнь на какие-то вот интересные занятия? Особенно учитывая, что на рынке труда так или иначе кризис, да, определенный есть, и сейчас найти работу достаточно сложно. Ну, у многих страх, да, у многих страх, а как вот мне взять и поменять свою жизнь, да, а это вот неправильно, это вот все детские шалости и так далее. Вот, и возвращаясь ко мне, я понял, что увлечение фарфором – это все достаточно серьезно, и надо этим как-то системно заниматься. Я купил еще более серьезные книги. Я начал знакомиться с людьми, которые, ну, этой темой увлечены. И, как я тебе писал, да, за несколько, вот, небольшой отрезок времени я получил, в принципе, несколько новых актуальных профессий. Я не скажу, что я, там, достиг какого-то мастерства или я, там, суперпрофи и так далее. Вот, но я считаю, что вот в тех узких темах, которые для себя выбрал, ну, я достиг определенного статуса, да, вот именно для себя. То есть я не сравнил себя ни с кем. Я говорю, что да, вот ты достиг, и надо дальше расти и стремиться. Что я сделал за эти годы? Я открыл свое издательство. Ну, пока оно никак не зарегистрировано, потому что выпущена одна книга и готовится сейчас две новых. Я видел, очень красивая книга, на самом деле. Две новых, да. Да, я просто задал вопрос, чего мне не хватает. То есть я пошел от нужд людей, да. Я понял, что я коллекционирую, там, историю, да, одну. Это русский фарфор одной известной российской император, ну, бывшей в имперской России фабрике. И понял, что информации крайне мало, и людям она необходима. Я издал копию этого каталога, который был только у очень узкой категории людей, и сделал его доступным, ну, более широким массам. Потому что сейчас я тебе открою такой секрет, потому что вряд ли об этом слышал. Сейчас идет бум на старинный фарфор. Люди очень увлечены этим занятием. И раньше фарфор старинный, да, ассоциировался с каким-то либо криминалитетом, либо с какими-то такими полуподвальными, антикварными магазинами из 90-х. Инстаграм все поменял, и сейчас человек может зайти в Инстаграм и купить себе, там, не знаю, вазы времен Екатерины Второй и так далее. Круто, классно. Но как изменилась твоя жизнь? Мне очень интересно раскопать не столько, как твой фарфор в глубину, да, насколько вот хобби. Вот человек с хобби, человек без хобби. Что происходит с человеком, когда у него появляется хобби, когда он его завлекает? Что появляется в жизни? Чего он спрашивается? Да, смотри, появляются новые люди, формируется новое окружение. То есть новый круг людей? Новый круг людей, да. Появляется новый взгляд. То есть вот эти, говорю про этих банкиров с потухшими глазами, они варятся, они варятся вот в своих корпорациях, у них определенный круг людей, набившие оскомину, там, не знаю, кофе-брейки, чай, там, ланчи и так далее. Зарплата, набившая оскомину. Ну, ну, да. Вот, они, у них, они как в стоячей воде находятся, да. Если у человека нет хобби, он погружается вот в этот вот круговорот в колею, да, и как вот эта лошадь с шорами на глазах, соответственно, идет непонятно куда, непонятно с кем и так далее. Вот, первое, что меняется, это окружение, это новые люди. Те люди, которые вокруг тебя появились, что они тебе привнесли в твою жизнь? Ну, ты знаешь, я, они привнесли в целом, ну, если вот так сказать, и краски, да, новые, и в целом я понял, что помимо корпоративной вот какой-то такой бизнес-среды, есть люди, которые увлечены совсем другими делами, да, у которых другой стиль жизни, то есть есть люди, которые вообще никогда в жизни не работали, да, есть люди, у которых жизнь – это искусство, да, есть люди, у которых есть много разных других интересов, которые сложно описать вот одним каким-то словом или понятием. А ты прям реально стал общаться с этими людьми, то есть там встречаться, переписываться, вот что, где ваш, вот суть вашего общения? Смотри, общаться я начал активно год назад, когда я вот так вот просто встал и подумал, вот все говорят про Инстаграм, я тоже хочу завести Инстаграм, и первые мои посты были о том, ну, что я там собираю, коллекционирую, что там я покупаю и так далее, то есть о продажах речи не было вообще. То есть первые мои посты – это было просто вот как бы показать миру, что я вот есть, и я вот интересуюсь этой темой. Потом появился каталог, и потом, ну, как у любого человека, который покупает много фарфора, да, деньги заканчиваются, и я понял, что для того, чтобы, для того, чтобы, соответственно, побольше вещей потрогать, их надо потом как-то еще дальше, ну, движение должно быть, то есть я начал их продавать. И я открыл магазин. Продавать, покупать? Да, я открыл магазин. Магазин мне помогает заниматься любимым делом, то есть я постоянно, у меня круговорот вещей, я могу трогать интересные мне вещи, да, вот именно их изучать. То есть магазин, ты просто продаешь свою коллекцию и постоянно ее пополняешь? Нет, не коллекцию, а вещи, которые вот лично мне персонально нравятся. Это отличие моего магазина от многих других, потому что я продаю не какие-то трендовые вещи, а я продаю вещи, которые мне конкретно нравятся. То есть каждая вещь, которая у меня там проходит, она мне, в принципе, нравится и чем-то меня привлекла. Ну, у Дина Томимея твоей есть своя какая-то еще коллекция, то, что ты никогда не продаешь. Ну, смотри, я не вот не коллекционер, да, который вот увлечен узкой какой-то темой, а я только оставляю те вещи, которые для меня представляют инвестиционный интерес. Так называемый инвестиционный фарфор, это еще одна моя, так скажем, профессия. Да, я занимаюсь инвестиционным фарфором, то есть я оставляю на временное хранение себе какие-то вещи, которые... Могут выразить в цене. В будущем, да. Я как-то почитал интервью Чичваркина, он знает, что это Евросеть. Вот, он сказал, когда я оказался без Евросети, у меня было какое-то количество денег, я подумал, чем мне заниматься. Открыл какой-то журнал английский, и там написано, надо заниматься предметами искусства, надо заниматься дорогим вином, надо заниматься дорогим фарфором старинным и так далее. Я вот в этом ничего не понимал, а вино я любил. Я вот выбрал вино. Вот, я из этого списка выбрал фарфор, и считаю, что это отличный инвестиционный инструмент, да. У него одно только вот есть, так сказать. Ты первые прикидки какие-то не делал, с точки зрения, вот, ты начал заниматься, столько ты примерно вложил, и вот где-то сейчас. Есть какой-то плюс хотя бы? Ну, у меня есть система, где я веду учет. Конечно, если это было бы, так скажем, в глубокий минус, я бы этим не занимался. Но у меня есть еще другая, да. То есть не только деньги здесь главное? Ну, деньги, в магазине деньги не главные, потому что они помогают мне приобретать новые вещи, которые мне интересно изучить, а во-вторых, они финансируют, эти деньги финансируют мои издательские проекты, потому что съемки, покупка литературы, это все достаточно дорого. Ну, допустим, вот один съемочный день фотографа, да, вот я сейчас сделаю каталог, он стоит, там, от 500 евро, да. А таких дней может быть достаточно много, вот. И я как издатель не, ну, я не получаю эти деньги откуда-то, да. То есть мне нужно что-то реализовать, чтобы не вытаскивать деньги из семьи, из каких-то других своих проектов, да, профинансировать этот проект. Причем, ну, не факт, что он как-то вот себя окупит или выстрелит. На первом этапе вот твоя хэдхантерская деятельность была инвестиционным как бы каналом для твоего хобби, или ты просто взял какие-то свободные деньги. То есть вот очень важно для человека же, вот я, например, вдруг решил ни с того ни сего заниматься, там, каким-то, не знаю, там, коллекционером ноутбуков, MacBook, Apple с первого дня их выпуска, например. Ну, да. Я должен взять кубышку какую-то, пойти чего-то тратить, покупать. А как бы ты правильно очень заметил, что хобби, оно не дешевое в наше время. Нужно какой-то вот поток. У тебя был поток, как и у нас у всех, да. И вот там семья что-то получала, ты раз, чуть-чуть увел в сторону, там, сформулировал, вернул. Как вот финансовое хобби, оно насколько важно вообще управлять этим вопросом? Ну, вот это конкретное хобби, оно очень капиталоемкое и финансово жадное, да. То есть оно постоянно требует... Ну, понимаешь, вот любое коллекционирование, и особенно фарфор, это вот как вирус, который в тебе живет, да. И он неизлечимый, да, это вот как, не знаю, как какой-нибудь страшный вирус, который вот в тебе есть, и ты с этим сделать ничего не можешь. Поэтому здесь очень важно держать контроль, да, и чтобы твоя кубышка или какие-то личные деньги не вылетели себе в трубу. Потому что если ты увлечен этим делом, ты можешь вот все-все-все деньги, которые есть... Я знаю человека, который продал квартиру и купил фарфор, да, и все деньги вот туда вот, так скажем. Вот, я стараюсь этого избежать и формулировать для себя какие-то вот... Ну, ты уже можешь это сделать. Чем больше знаний, тем меньше, соответственно, страстей, да. То есть сейчас это такая очень прагматичная деятельность, потому что, как правильно заметил, можно вылететь в трубу. Окей. То есть мы посмотрели... Отвечая на твой вопрос, да. Отвечая на твой вопрос, да, у меня есть небольшая коллекция. Эта коллекция состоит из инвестиционных вещей. Рамис, скажи, пожалуйста, вот очень важный момент для человека. Когда ты, вот как ты говоришь, жил какой-то прежней жизнью, ну, допустим, условно, ты же тоже был некорпоративным человеком, ты был человек, который увлеченно занимался своим бизнесом. Мистер Хант, я как помню, там еще тогда первое, ну, да, да. Напоминание о твоей компании, потом ты все сам. Вот чего тебе-то не хватало, человеку, любимое дело, все хорошо. Зачем тебе хобби? Какой пазл встроился в тебя, с точки зрения твоей личности? Ну, понимаешь, скорее всего, самореализация. Потому что та деятельность, она шла достаточно понакатанной, и, ну, как-то, ну, каждый находит, наверное, свой смысл, да, вот, в подборе кадров для других компаний. Но я в какой-то момент, вот, смысл потерял, да. И мне нужна была какая-то большая идея, и для меня вот фарфор как раз-таки привнес эту идею, да, издание и описание старинного фарфора, чтобы он остался в каталогах, каких-то изданиях, для того, чтобы люди могли зайти в эту книгу, да, и посмотреть, что вот выпускали раньше, какие есть там коллекции, какие есть вещи. То есть это некая биг-идея, некая выходящая за рамки твоего эго, то есть нечто большее, чем просто тебе бы хотелось. Ну да, да, да. Ну, то есть вот если говорить про мою издательскую деятельность, да, я сейчас могу тебе расписать план на сто лет вперед. Вот я не шучу. Свой план? План, план вот этой деятельности. То есть жизни не хватит, чтобы вот это все сделать, да. И тебе это нравится, тебе это драйвит. Ну да, да. Потому что вот в этом проекте я не один участвую, да, а я могу привлекать других коллекционеров, людей, которые интересуются этой темой. И мне, как мне кажется, это удается. То есть вот я создаю свой каталог, вот новый каталог, да. Сейчас собираем материал. Десятки людей участвуют в этом во всем. То есть я просто являюсь таким связующим звеном, чтобы сделать фотографии, чтобы все это описать, и чтобы вещи этих людей оказались в каком-то большом таком издании. Вот. А таких каталогов может быть сотни. Вот. Я себе действительно план написал уже на сто лет вперед по издательской своей теме. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот близкие твои или твои знакомые, они заметили в тебе происходящие какие-то изменения? Ну, близкие однозначно, да, потому что они живут в этом фарфоре теперь. То есть полутрана твоя жена пьет чай из какой-нибудь фарфоровой классной кружечки? Ну, вот честно, нет. Честно, нет. Она считает их не очень удобными. Не то, что она там не любит старинный фарфор. Она, кстати, здесь мой самый такой жесткий критик. Она специально этим не занимается, но когда она видит какую-то красивую вещь, у нее вот... Ну, она занималась декоративно-прикладным искусством. То есть она видит, где вещь такая проходная, где вот прям вот интересная, и можно оставить себе. И это всегда совпадает с инвестиционной привлекательностью. Слушай, какая молодец. Она у тебя по сути только финансовый компас. Ну, да, да. То есть она всегда... Ну, она, кстати, финансист, да, наверное, по этому. Она всегда смотрит на это и говорит, так, вот это вот, да, вот это можно оставить, вот это да, ничего, вот это вот, ну, что-то ты здесь вот лжанулся. Я говорю, ну, мне это нравится. Ну, говорит, у тебя такой, да, специфический вкус, наверное. Вот. А знакомые друзья меня, кстати, очень поддерживают, потому что они говорят, да, это изменилось, ты стал менее погружен, наверное, вот в эти вот всякие вот свои бизнес-вещи, да. Ты стал более духотворенным, ты стал более интересным, потому что я сейчас могу рассказать много захватывающих, интересных историй. не про сам фарфор, а про то, что было с ним связано, да, там, в глубине веков, да. Ну, то есть, да, все отмечают. Ну, я хочу сказать, знаешь, я когда занимался очень активно рекрутингом, да, то есть работал с компаниями, я там общался всегда с определенной категорией людей, да, это владельцы бизнеса и так далее. Но я хочу сказать, что когда я начал заниматься фарфором, таких людей, да, вот, так скажем, значимых, да, в нашем обществе, у меня появилось в окружении больше, потому что, как оказалось, фарфором интересуются очень многие люди. И я вот за последний год, это не то, что я там полюсь, да, ну, просто вот, я когда работал хэдхантером, я пытался выходить на каких-то там значимых персон, да, и мне это очень с трудом удавалось, то вот занимаясь фарфором, я познакомился через Инстаграм с двумя людьми из списка Forbes, допустим. И это было очень легко, непринужденно и взаимно интересно. Поэтому можно сказать, что вот эта деятельность, наверное, мне помогает даже в моем основном бизнесе. То есть получается, хобби не только закрывает некие внутренние потребности к самореализации, оно дополняет, делает человека целостным и еще через хобби расширяет потенциальный круг как просто коллег, как интересных людей, так и потенциальных клиентов для бизнеса. То есть получается, хобби перезапускает бизнес. Да, и у меня это все чуть-чуть сплетено, честно говоря, потому что эта деятельность уже стала составной частью других моих проектов и далеко вышла там за магазин, за мои издательские проекты. Ну, то есть вот как-то это все одним словом описать сложно. То есть получается, экосистема, то есть сначала кружечка и блюдце, да, тому что вот у меня кружечка там есть просто рядом сразу, да. То есть получается, раз, кружечка, потом вокруг этой кружечки история, аукционы, каталоги, общение. А бизнес-подарки, бизнес-подарки, да. Бизнес-подарки. Корпорации заказывают, да. То есть получается, ты начал заниматься чем-то одним, а оно по сути расширилось в такой, знаешь, зонтичный бренд, экосистема. Получается, такая сформировалась некая такая экосистема, которая и тащит, втягивает себя, и чем больше она, тем интереснее тебе в нем жить. Скажи, пожалуйста, вот с чего начинать человеку, который не знает, у него нет, у меня, кстати, нет хобби, да, вот с чего ты рекомендуешь мне начать, вот что делать, что, куда бросить свой взгляд, чтобы это хобби появилось, и нужно ли оно всем? Ну, смотри, искусственно сделать это не надо, да, то есть вот сидеть и выдумывать себе хобби, но надо, наверное, пробовать, ну, вспомнить, что было интересно в детстве, да, ну, помнишь, вот у каждого из нас были какие-то интересы. Я собирал спичечные этикетки, я собирал монеты, даже викингов такие фигурки были, солдатиками собирали. Вот, надо просто подумать, что было интересно. Второй момент, хобби, это всегда связано с истинным, конкретным, вот каким-то таким вот всепоглощающим интересом, да, то есть подумать, что в течение дня, там, ты читаешь, смотришь, на какие сайты заходишь, что тебя трогает, да, какие, какие, какие картинки в интернете ты там в инстаграме, да, листаешь и так далее. Вот, у меня все началось с того, что вот я какой-то там каталог зацепил, да, начал его смотреть, мне это понравилось, потом посмотрел в интернете и понял, что какую-то часть дня я трачу на то, что вот листаю вот это вот все. И понял, что мне это интересно. Вот через какие-то такие простые действия, да, можно понять, что у человека есть какой-то интерес. Хотя, да, это первый момент, а второй момент, надо, конечно, пробовать, там, не знаю, сходить на танцы, заняться каким-то новым видом деятельности, да, потому что какие-то интересы лежат вне этого его понимания и сознания, да, и надо просто попробовать и прислушаться, с какими-то ощущениями, нравится тебе это или нет. Вот, но только так, наверное, больше я каких-то вариантов не вижу. Иногда бывает, что тебя заражают близкие люди. Круто, круто. Ну, вот, наверное, три вот этих вот момента. Слушай, классно. есть ли у тебя какой-то вот опыт тех людей, которые, как бы, пошли в хобби, нашли их, а потом разочаровали, что это вроде как не них? Ты знаешь, у меня вот в основном какие-то позитивные, позитивные моменты. Я же очень много общался с банкирами, и они в один момент все остались без работы. Вот, и кто-то сдулся, вот действительно, ну, стал таким сбитым летчиком, да, кто-то стал заниматься какими-то интересными вещами, и вот, допустим, у меня много примеров людей, которые увлеклись, так скажем, вернее, стали больше времени посоветовать своему хобби, и это хобби стало их бизнесом. Вот. То есть они смогли монетизировать свой интерес. То есть, опять же, про деньги, но про деньги мне не очень хотелось бы говорить. Вот, зачастую мы все ищем там, как бы, вот свою, как бы цель в жизни, да, помогло ли тебе вот эти двухлетние занятия хобби попытаться приблизиться к пониманию твоего собственного я? Ты знаешь, ну, за последние три года я, наверное, к пониманию приблизился больше, чем за, там, предыдущие 15. То есть, получается, познавание себя через хобби, оно ведет быстрее к некой своей целостности, к твоей натуре, к истинному я, Ну, смотри, хобби — это отражение твоего характера, отражение твоих интересов, то есть, отражение самой твоей сути, да, то есть, зная, чем человек увлечен, можно про него многое сказать. Это, если я говорю, как хантер, да, вот, и я всегда вот раскручиваю людей на вот эти истории персональные, личные, потому что мне с ним проще общаться, да, чем с его, так скажем, социально желательной маской, вот, поэтому, да, конечно, хобби — это всегда отражение внутреннего, так скажем, я человека, то, что ему действительно интересно, что ему действительно важно, вот, поэтому однозначно, да. Круто, классно. Чтобы ты мог пожелать, вот, наш такой короткий эфир потихоньку заканчивается, чтобы ты мог пожелать тем людям, которые сейчас в таком состоянии, когда они не знают, что делать, у них там какое-то некое выгорание или какая-то, знаешь, грусть какая-то связанная с работой, как ты видишь, вот эти вот шоры постоянные, на самом деле внешняя обстановка это печальная, и там, и как ты про вирус уже сегодня говорил, да, да, вот, в том числе, да, и работа, и экономика-то, собственно говоря, не происходит. Мы, кстати, недавно, знаешь, интересно делали одну стратегическую сессию с крупным таким дизайнерским агентством, они как тренд выделили отсутствие в долговременной перспективе позитивных факторов экономики, роста экономики России, что печально, на самом деле. Печально, да. Да, что, вот, как быть человеком? Ну, смотри, хобби – это профилактика психологического выгорания, это вот подтверждено всеми исследованиями и так далее, поэтому я считаю, что человеку нужно иметь хобби, вот прям вот, как, знаешь, как мы принимаем витамины, да, так же должно быть и хобби, это профилактика вот того, что он вот как лампочка сгорит и все, да. И я по своей статистике могу сказать, что те люди, у кого есть хобби, да, но они там где-то работают, а им там что-то не нравится, они вот весь негатив свой, да, сжигают вот и превращают его в позитив, когда они занимаются своим делом. Конвертируют. Ну, ну да, то есть меняют с положительным для себя курсом, да, валюты, вот, плохое на хорошее. Вот, я что могу пожелать? Я всем рекомендую, если вот человек попал в такую эмоциональную яму, когда ему вот все вот обрыдло, неинтересно, да, и нет никаких перспектив, себя вытащить из этого, да, вот с точки зрения даже вот новых людей, окружения и так далее, потому что в любом случае мы живем в социуме, да, и мы устаем от того социума, который вокруг нас там долгие годы формировался, поэтому вот именно надо пробовать искать интересные для себя виды деятельности для того, чтобы вытащить себя из вот, так скажем, вот этой вот заезженной пластинки, да, из ситуации заезженной пластинки. Вот, поэтому я вот могу порекомендовать просто не останавливаться, да, не вешать нос и именно вот постоянно находиться в поиске своего интереса. И этот интерес культивировать, поддерживать, разжигать, потому что, ну вот, это дает новый стимул к жизни, да, и новые варианты развития сценария. То есть он, вот эти вот хобби, всякие интересные занятия, они просто дают много-много шансов переменить свою жизнь и примерить на себя разные роли и, соответственно, нарисовать себе новый жизненный сценарий, вот как я себе нарисовал. Потому что года три-четыре назад у меня было полное непонимание, куда я иду, с чем я иду, чем мне заниматься, потому что вот то, что я, чем занимался, мне было уже малоинтересно. А сейчас я вот не поверю, что у меня столько проектов и вот все интересны, да, и вот хочется каждому посвятить время и есть большие силы и желания все это сделать. Но проекты вот рождаются, знаешь, вот есть проблема у многих придумать какие-то идеи, да, а у меня проблема в том, что идей так много, чтобы как их реализовать, да, как найти время, вот. Поэтому вот как-то так, да. И все это благодаря хобби. Да, благодарю тебя, огромное-огромное тебе спасибо, что ты нашел это время для того, чтобы рассказать нам о хобби. Что я могу тебе сказать? Помнишь, когда там мы еще с тобой говорили и старались там как-то писать какие-то статьи, так, чтобы их больше в Фейсбуке люди считали, мы этим занимались, заморачивались. Мне кажется, не надо заморачиваться. Вот я прям вижу, что я просмотрел материалы по хобби, не так много реальных, классных историй, знаешь, все какие-то перепечатки там откуда-то. Если ты еще параллельно с этим в своем Фейсбуке мог бы рассказывать о том, как ты меняешься под воздействием хобби, знаешь, такие как бы там лайфхаки, полезные советы, абстрагированы от конкретики про фарфор и про хобби, то это было вообще бы круто. И вот я тебе еще одну тему подбрасываю. Идея, да. Трендсеттером можешь стать, ведь ты же любишь логические мысли, тебя красиво получается писать. Пиши, и мы будем с удовольствием тебя читать. Хорошо, спасибо тебе за эфир, да. Друзья, вот вроде, казалось бы, тема, связанная с коллекционированием, причем таких уникальных вещей, как фарфор или что-то еще, неважно, чем вы занимаетесь. Вот очень важно задуматься о себе лично. Не зря Арамис сказал, что в те самые главные тяжелые моменты, когда вы не знаете, чем заняться, когда вам тяжело, вот попытайтесь найти нечто, что действительно родом из детства. Вот я, знаете, вспоминаю, что мы только не делали, спичечные этикетки собирали, и какие-то там монеты, и марки, и значки, все что угодно, солдатиков, индейцев. Наверное, где-то там есть вот этот вот заложенный, пока не аммонетизированный такой элемент вашего хобби. Друзья мои, спасибо вам большое за эфир, и завтра, завтра будет эфир с Сергеем Дмитриевым, одним из самых лучших и ведущих специалистов по Эджайл. Пожалуйста, присоединяйтесь, буду очень рад вас всех видеть. Поэтому, друзья мои, успехов, прекрасного вечера. Давайте понажимаем на наши лайки, сердечки, чтобы у всех сегодня было хорошее настроение. И помните, что можно много-много думать, но лучше сделать один маленький шаг на встречу самому себе, чтобы действительно узнать и понять себя лучше, и жизнь начнет потихонечку-потихонечку раскрашиваться яркими красками. Большое вам спасибо. С вами был Роман Дузенко. Мы говорим о персональной стратегии в применении жизни и бизнеса, основанного на ценностях. Всем пока и прекрасного вечера.